Дева. Общая и психосексуальная характеристика. Меркурий, правящая планета Девы, наделила ее сильно развитым аналитическим умом, острым чувством зрения, слуха, обоняния и вкуса. Ее исключительные способности наблюдать позволяют ей подмечать все человеческие недостатки. Девы прекрасные работники, так как они логичны, последовательны и дисциплинированы. Отличительные черты характера – замкнутость, независимость и критичность. Последнее особенно неприятно для окружающих, поэтому для людей данного знака существует опасность стать мизантропами. В сексе они также сдержаны и осторожны, что скорее всего объясняется страхом разочароваться в нем. В любви Девы видят прежде всего боль и беспокойство, но не восторг и радость. В результате прелести любви они сводят к редким моментам, происходящим чаще всего по необходимости. Вступая в половой контакт, Девы, как правило, не проявляют сердечности и страсти, поэтому их партнеры прежде всего интеллектуальны, если не сочувствующие им, то хотя бы понимающие причины строгого отношения Дев к сексу. Поскольку Девы способны во многих занятиях, то и в сексе они достаточно искусны. Однако им это нужно скорее для общественного реномель, нежели для получения удовольствия или самоутверждения. В супружестве Девы требуют, чтобы их партнеры действовали сдержанно. В женщине Девы сконцентрированы все лучшие женские качества, красота и мягкий характер, верность и прилежность, полнота к сексуальным ощущениям. Она не является расчетливой и холодной, а лишь хорошо владеет собой, строго контролируя свои эмоции. Она знает, что нужно мужчине и ей доставляет радость сознание того, что мужчина наслаждается ею. Она понимает мужскую психику и, как правило, подчиняет его себе. Однако в ней заложено глубоко уважительное отношение к мужчине. В его объятиях она чувствует себя спокойной и уверенной, и это состояние передается ее партнеру. К сожалению, женщина-дева склонна к поверхностным суждениям о людях, так как главным показателем для нее является опрятность и чистоплотность человека. В результате она может пройти мимо достойного ее партнера. Среди женщин этого знака самый высокий процент старых Дев. Если она выходит замуж, то обычно в зрелом возрасте. Дева – идеальная жена, мать и хозяйка. В интимной жизни ее не нравится поспешность в начальной стадии развития отношений. Она предпочитает мужчин сдержанных, способных дождаться развития отношений до их романтической полосы. Но когда она решит отдаться, партнер будет в полном восторге от ее изящества, скромности и нежной теплоты. В сексе она любит изысканное обрамление. Спальня будет слабо извещена, должна звучать приглушенная музыка, а телефон предусмотрительно отключен. Перед самым ответственным моментом она может предложить партнеру принять ванну и сама будет тщательно тереть его щеткой. Это ее стиль, и мужчине лучше расслабиться и получить удовольствие. Мужчина-дева, руководимый Меркурием, планетой разум, обладает проницательным умом. У него превосходное умение разбираться в людях, и при выборе друзей и любовниц он редко допускает ошибки. Он убежден, что все люди должны жить по его правилам, поэтому зачастую бывает слишком придирчив. Это порой приводит к тому, что он не может заиметь друзей и чаровать женщин. Под этим знаком рождается большинство холостяков. Это объясняется тем, что романтическая сторона жизни мало волнует мужчину-деву. Как уже говорилось, ему больше по душе работа. Поэтому встреча с таким мужчиной не станет волнующим событием биографии женщины, зато он даст ей все для спокойной и размеренной жизни. А в отношении с ней может взять на себя заботливую роль отца, друга и советника. Стремление к ясности, простоте, некоторая робость, а также идеализация женщины немного мешает любовным связям мужчины-девы. Его сексуальные возможности достаточно высоки. Но партнершу прежде всего поражает не это, а его нежность, которая редко встречается у других мужчин. В предварительной любовной игре он будет добросовестно методичен. Почувствовав, что больше всего возбуждает партнершу, он именно это и будет делать. Впрочем, он может откликнуться и на что-то новое для себя в сексе, поэтому женщина эротична и не будет скучать с ним. Однако представление о мужчинах-девах как об индивидуумах сексуально холодных тоже имеет основания, потому что нередки случаи, когда их подчеркнуто серьезное отношение к половому акту, переходит без различия. Как удовлетворить? Девы. Поскольку девы наименее страстны и все знаки зодиака, то для того, чтобы пристрастить этих людей к сексу, необходимо заставить поверить их в новое предназначение – оказание партнеру неоценимой услуги. Привыкшие помогать людям, они не устоят от соблазна и здесь оказаться полезными. Девы также хорошо реагируют на лесть, неожиданно для себя становясь активными. Наиболее чувствительной областью девы – живот, который очень отзывчив на прикосновение языка, легкое поперечное движение пальцев или даже касание волос. Чувствительно также действует обтирание живота губкой, пропитанной теплой водой. Наиболее приятное ощущение испытывает девы, когда на эту область направляется струя душа. Совместимость в любви и браке. Представление о верности у дев очень высокое, правда они всегда ищут контактов лишь со схожими с собой людьми, отвечающими их жизненным принципам. В супружестве они верны, так как обычно вступают в брак после долгих ухаживаний, подвергая своих избранников нелегким испытаниям. Дева и Овин. Здесь наблюдается полное несходство характеров, темпераментов и жизненных установок. Дева сдержана, а Овину нужен эмоциональный партнер. Дева благоразумна, а Овин ищет приключений. Деве нравятся интеллектуальные беседы, Овину активные действия. Любая связь между ними будет проблематичной, о браке даже говорить не приходится. Дева и телец. Молодые годы для девы – это самый подходящий партнер. Их объединяет трезвый след на жизнь и здоровая практичность. Оба уживчивые и миролюбивые. В сексуальных отношениях беспокойство девы умиротворяется мягкостью телца. Они желанные партнеры друг для друга. В их брачный союз телец приносит свои чувства, а девы – благоразумие. Совместная жизнь обещают быть долгой и крепкой. Девы и близнецы. У них большие различия в характере, но хорошая сексуальная совместимость. Поэтому какое-то время строгая придирчивая дева пытается перевоспитать легкомысленного и ветреного близнеца. Но из этого ничего не получается. Близнецу прежде всего нужна свобода. Брак между ними возможен лишь в том случае, если близнец решится на него по расчету, надумав обеспечить свое будущее. Дева и рак. Рак не возражает против подчиненности своего положения, так как ему нужна защита и уверенность в завтрашнем дне. Это соответствует жизненным принципам девы. В сексуальных отношениях рак со своим богатым воображением стимулирует деву на большую активность. Поэтому их связь следует считать удачной, обеспечивающей успешный брак. Дева и лев. Поначалу надоедливый практицизм девы постоянно конфликтует с шабашностью льва. Однако после 30 лет, когда дева пересматривает свои отношения к жизни и ослабляет строгость во взглядах, она может быть совместима со львом. Их брак возможен, но не предсказуем по своим последствиям. Дева и дева. Этот союз словно создан для общих практических дел. Однако в сексе оба сдержаны, считая занятие любовью прикладным моментом для более важных жизненных начинаний. Все же их брак редко бывает гармоничным. Видимо, из-за отсутствия партнеров сексуального воображения он сопровождается глубокой скукой. Дева и весы. Рожденные по знаком весов, по натуре нежные и любящие в жизни не пропадут. Поэтому им глубоко антипатична критичность и въедливость девы, подрывающая их уверенность в себе. В этом сочетании любой союз сильно затруднен, о брачных отношениях лучше и не думать. Дева и скорпион. Они совместимы в зрелые годы, когда дева накопит много знаний и профессиональных навыков и несколько меняет свои жизненные приоритеты. А скорпион, высоко ценящий ее интеллект, пытается пробудить в ней желание больших чувственных наслаждений. В интимной жизни возможно возникновение взаимопонимания с хорошими перспективами для брачного союза. Дева и стрелец. В молодые годы безалаберность стрельца в вопросах любви и морали выводит высоконравственную деву из себя. Они активно не понимают друг друга. Однако после 40 лет, когда дева духовно сформировалась, ее совместимость со стрельцом, умным, но беспринципным, уже возможна. К тому же состарившийся стрелец, который прежде ни в чем себе не отказывал, теперь готов подчиниться строгому режиму девы. Их брачный союз, вероятно, станет устойчивым. Дева и козерог. Оба знака эмоционально сдержанны, интеллектуальны, практичны и бережливы. К тому же они испытывают друг другу сильное физическое влечение. Все это является гарантией длительного и крепкого союза. Разумеется, в их совместной жизни случаются конфликты, однако они не могут быть длительными, так как разрешаются на почве разума. Дева и водолей. У этих знаков много различий, как в отношении к сексу конкретно, так и в житейских установках в целом. Они могут сойтись, но не на физической, а интеллектуальной основе. Возникающая между ними любовь довольно быстро угасает, а возможный брак, скорее всего, будет неудачным. Дева и рыбы. Романтические рыбы испытывают часто эмоциональное возбуждение, что в принципе недопустимо дисциплинированной деве. Если дева преодолеет свою сексуальную сдержанность, а рыба ради материальной заинтересованности приспособится к строгому образу жизни девы, то брак между ними возможен, правда в нем никогда не будет радости и обоюдного восхищения.